привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег и новый участник нашей передачи моя дочь александра александр они сейчас не просто так присутствуют в кадре поступает очень много вопросов на тему ребенка и собаки квартире то есть как сделать таким образом чтобы значит собачка не навредила ребенку ребенок не навредил собачки и сохранить взаимопонимание и взаимоотношения делается это принципе не так сложно если вы ожидаете еще только ребенка то я вам сразу рекомендую как бы разграничить свое комнатное пространство на несколько зон то есть зона малыша если ребенок у вас еще совсем маленький зона где будет находиться собак то есть чисто даже вот в медицинских гигиенических целях пересекаться они хотя бы первые полгода жизни сильно не должны ну и собаку к тому времени полугодику должна уже прекрасно понимать что вашем доме появился новый человек новый член стаи для собачки и что этот член стаи будет в приоритете для своих родителей но нужно выстроить взаимоотношения именно таким образом вот видите александр у меня сейчас наблюдает за собачкой он собачка бегает гуляет вот вместе пошли гулять но значит собачка не должна себя чувствовать ни в коем случае какой-то обделенный обижены и так далее ну вот давайте значит как бы мы пытаемся с вами разобраться каким образом думает собачка что происходит собачьей стаи когда появляются щенки кто рычит на того кабеля который подходит естественно это делает сука которая охраняет своих щенков поэтому если собачка начинает нарушать какие-то территориальные границы соответственно лучше пусть выгоняет ее мама ребенка вожак в это время я говорю про те семьи где вожаком является мужчина я во всяком случае не встреваю в это поведение не лезут и только если уже пёс откровенно начинает игнорировать мою супругу тогда я вмешиваюсь но в то же время когда собака видит что я занимаюсь дочерью например да и подходит ко мне я также уделяю то есть время и собаки то есть собака видит что она тоже любима когда она находится на своей скажем территории то есть вот у нас сейчас это на кухне например я периодически захожу туда даю какое-то лакомство ей уделяю какое-то внимание опять же на прогулках уделяя внимание но собака всегда замечает что мы приоритете держим нашего нового члена семьи а для собаки это новый член стаи ну вот примерно таким образом нужно действовать до полугодовалого возраста дальше уже принципе можно устанавливать какой-то визуальный контакт то есть чтобы издалека не друг дружку наблюдали то есть ребенку полгода уже будет достаточно интересно как выглядит собачка как она гавкает собачка а собачка будет уже визуально на расстоянии видеть значит нового члена своей стаи будет замечать то что этот член стаи находится приоритете но опять же территориальные зоны чтобы собачка значит знала что на зону ребенка хотя бы до полугода заходить ни в коем случае нельзя чисто даже из медицинских целей спасибо всем за внимание заслужите доверие заслужите уважение научитесь думать как ваш питомец и у вас все получится с вами был канал я его ведущий олег александра ну и соответственно спасибо